Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Ситуация вокруг Донбасса развивается стремительно. Анализировать что-то трудно, поскольку любые вводные устаревают раньше, чем из них можно слепить хоть какое-нибудь уравнение. Всего за сутки прогноз сменился с «война отменяется» на «война неизбежна». Взрывы, обстрелы, беженцы, эвакуация, мобилизация, учения – нарастающая взаимная истерика. Если Россия вторгнется, мы введем санкции против граждан России и стратегических компаний. Мы лишим их возможности привлекать капитал на нашем рынке. Мы вскроем русские компании и матрешки. Мы найдем их бенефициаров. Я думаю, что в своих надеждах завоевать Украину, теперь обладающую 200-тысячной армией, Путин и его окружение серьезно ошибаются. Такое вторжение обернется длинной и страшной партизанской войной, и русским родителям придется оплакивать своих сыновей, таких же невинных, как украинцы. На данный момент я убежден, что Путин принял решение о вторжении. Есть причины так думать. Думать, что русские намерены атаковать Украину на предстоящей неделе. Возможно, в ближайшие дни. Мы считаем, они нацелились на столицу – Киев, город, где проживают 2 миллиона 800 тысяч невинных граждан. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Запад наложит на Россию беспрецедентные экономические санкции, если она вторгнется в Украину. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Харрис сказала, что мир видит сценарий российской агрессии, что Москва создает ложные предлоги для вторжения, накапливая войска и огневую мощь. Ну вот, опять кошмары. Сердце биржевого спекулянта скоро лопнет от постоянных скачков и перепадов. Единственное общее для всех ощущение – очень мало шансов, что ситуация просто успокоится. Так, как было, уже не будет. Кликуши и нытики, все последние годы повторявшие с упорством средневековых монахов кризис капитализма ведет к войне, эти кликуши и нытики могут оказаться правы. Отчего, впрочем, не легче. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли. Да, пока и записанные заранее обращения руководителей ЛНР и ДНР вялой очередью военкоматов заставляют думать, что торг еще не совсем закончен. Ставки с обеих сторон задраны, но и переговоры не прерваны. Блинкин ждет Лаврова в Женеве. Тот требует относиться к российским предложениям по-пацански. Страшные кары, обещанные России на Мюнхенской конференции, почему-то, и Запад подчеркивает это, не включают ни блокировку Свифта или банковских счетов, ни остановку энергетического экспорта. Американцы сто раз уже предупредили, нет, мы не намерены воевать на Украине лично. Друг за другом эвакуируется посольство. Счастливо оставаться. Странно, странно все это. Подозрительно. Да и пресловутую матрешку никто пока даже не пытается расковырять. Но отменили англичане золотые визы и паспорта, так ведь у олигархов много отечеств. И не все из них в опасности. Главный тренер ФК Челси Томас Тухель посвятил победу в финале клубного чемпионата мира Роману Абрамовичу. Мы быстро встретились на поле после финала. Он сказал «поздравляю», а я сказал «поздравляю». Это для вас, это ваш клуб. И именно ваш вклад и ваша страсть сделали это возможным. И я счастлив быть частью этого», – приводит слова Тухеля BBC. Челси обыграл бразильский Палмейрос со счетом 2-1 и завоевал очередной трофей. Абрамович стал владельцем Челси в 2003 году. Бизнесмен Ренат Ахметов первое место в украинском Форбс. 18 января улетел из Киева в Женеву, сообщила его пресс-служба. После критики президента Владимира Зеленского, господин Ахметов посещал Мариуполь, где пробыл два дня. В его пресс-службе пояснили, что в Женеве у бизнесмена запланирован ряд встреч. Сегодня, 19 февраля, он также проведет встречи в Лондоне. Но при первых признаках реальной опасности он сразу вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами, заявили в пресс-службе изданию «Новое время». Издание «Украинская правда» сообщало, что 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов, на которых якобы были олигархи и бизнесмены. Они начали покидать страну из-за опасений обострения ситуации на российско-украинской границе. Видите, как по-разному могут выглядеть война и эвакуация. Тем не менее, попробуем взглянуть на происходящее с точки зрения базиса, то есть экономики. Первой жертвой войны будут биржи, второй – батареи отопления. Европа получает из России примерно 160 миллиардов кубометров газа в год. Главный потребитель – Германия. Она съедает в год 110 миллиардов кубов, половина из них – «Газпромовские». Треть достается промышленности, треть – физлицам. Половина частных домов в Германии отапливается газом. Сейчас запасы в газохранилищах почти на нуле. По состоянию на 17 февраля европейские подземные хранилища газа опустили на 95,3% объема, закачанного туда летом 2021 года, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные «Газинфрастракчер Юроп». В подземных хранилищах в Европе остается менее 5% запасов газа. Запасы газа в подземных хранилищах Украины также находятся на минимальном уровне. Они сократились до 10,6 миллиарда кубометров, что на 45% или на 8,7 миллиарда кубометров меньше показателя прошлого года. То есть, если где-то завтра станет жарко, то где-то, наоборот, похолодает. Это удар не только по обывателю, но по всем производствам, а значит, по рынку труда. Поэтому понятен настрой канцлера Шольца – не отчего ему рыть копытом. Под страховка в виде сжиженного газа из Америки и Катара еще в пути. Сжиженный газ требует терминалов для разгрузки, а их в Германии нет. По данным газеты Handelsblatt, Еврокомиссия проводит почти ежедневные секретные совещания с Американским Советом по нацбезопасности, добиваясь роста газовых поставок. И только американские исландцевые корпорации в восторге. Напомню, США – это крупнейший в мире экспортер газа. США, а не Россия. По прогнозам все той же Handelsblatt, начало войны приведет к росту цен на газ процентов на 20. Именно так ведь и надо бороться с инфляцией в преддверии повышения ставок Федрезервам и Европейским Центробанкам. Не так ли? Американский и катарский сжиженный газ, если придет в Европу, поставит крест на любых мечтах о немецкой и европейской самостоятельности. Еще с 70-х, когда Вилли Брандт отправлял в СССР трубы, чтобы потом получить взамен топливо, Вашингтон начал сомневаться в управляемости Европы. Сегодня вопрос практически решен. Если Ширак и Шрёдер еще осмеливались не соглашаться с планами оккупации Ирака, то сегодня никакой оппозиции не осталось, как нет и антивоенных маршей. В Бундестаге полнейшее единение правых и левых оппортунистов. Министр обороны Ламбрехт в интервью Шпигелю обещает перевооружить Бундесвер по последнему слову техники. Для этого, по данным журнала, в ближайшие 4 года военный бюджет страны вырастет почти на 40 миллиардов евро. То, что нужно, перед тем, как НАТО займется главным для себя вопросом – китайской угрозой. Следующей очевидной жертвой войны станут рынки акций. Война может привести к росту инфляции в развитых странах с 2% до 4,5%, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные Capital Economics. CNN цитировала доклад консалтинговой компании RSM, согласно которому переход конфликта в горячую фазу грозит ростом инфляции в США до 10%, по итогам января – 7,5% в годовом выражении. Война может подтолкнуть экономики нескольких стран к рецессии, написал на этой неделе Bloomberg со ссылкой на отчет стратега Морган Стэнли Майкла Уилсона, известного медведя. Международные эксперты проанализировали последствия возможной войны на Украине. По их мнению, есть вариант, при котором экономики России и ЕС подвергнутся гарантированному взаимному уничтожению. Другой сценарий – взлет ценных энергоносителей, падение спроса, что приведет к рецессиям сразу в нескольких странах. Отечественные аналитики, как говорится, добавили свои 5 копеек. Нацвалюта опустится минимум до 100 рублей за доллар, уровень жизни россиян рухнет, цены на импортные товары вырастут. Утешает одно – по мнению собеседников МК, вероятность такого развития событий почти равна нулю. В общем, банальные выводы, не Бином Ньютона. Последствия войны – это не только похоронки во все стороны. Это гарантированное дальнейшее обнищание. И для воюющих, хотя они и так похожи на двух прокаженных, задыхающихся от ковида, и для всех остальных. Для немцев, поляков, итальянцев, американцев, для подстрекателей и подстрекаемых, для всех. Но уже под благородными, патриотическими предлогами. Выход такой. Можно, конечно, ждать биологической развязки, чтобы они там все вместе с Путиным перешли в другой мир. А другой выход – работать всем совместно с нашими западными партнерами, чтобы Россия, Российская империя, как государство, развалилась, скажем, на 20 национальных государств. В этот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории. Вот это выход – развал Московской империи. Развал Московской империи. Сегодня мы должны отстоять наш мир, русский мир, и показать этой пандеровской сволочи, что мы, русские, всегда вместе. Отечество – опасность. И эти слова звучали не раз. Сегодня они актуальны. Сегодня мы должны сформировать эти списки. И сегодня мы поедем на Донбасс, защитим нашу великую родину и покажем пандеровской сволочи, что они не правы. Один вопрос есть, так сказать, меня все-таки интересно. Зачем нам, какие ресурсы мы можем получить в Донбассе, если у нас все здесь за Уралом? Ребята, кроме природных ресурсов, нефти, газа и прочего, есть еще люди. Нужно еще хорошее население. Наши русские, белые, славяне. Арицы, наши, так сказать, эндоевропейцы. Наши, как говорится, это не просто... Часть нашего этнического ядра, извините. Украина-нацисты охренели настолько, что уже стреляют по территории Российской Федерации. Жалкие, дешевые твари. Это просто подонки. А теперь об этом мерзавцы. Подонки. Ничтожестве. То есть это смешно, когда Оберменш убивает Унтерменш. Дастесь просто смешно. Ха-ха-ха. Почему все эти лишучие им жопы СНН, СНБС, Ройтер, вот вся эта толпа козлов на передовой линии, находящейся с той стороны. Смейтесь, немецкая сволочь. Но вот эта сволота еще одна, вот эта служака бандеровским гадам. Да молитесь на то, чтобы Россия вас не уничтожила за пару дней. Молитесь. И чем раньше мы избавимся от сволочей здесь, тем точнее и лучше, надежнее и быстрее будет расти благосостояние нашей страны. Кто там смеялся, что американцы драпали из Афганистана? Они не драпали, они проводили перегруппировку, как того требовала новая стратегия национальной безопасности. Отныне идет не война с террором, а конкуренция больших держав. Кто там сказал, что Навальный сглупил, перепрыгнув из Германии в СИЗО? Это не глупость, не сумасбродство, а продуманная на много ходов стратегия. Сначала слабый, но амбициозный российский капитализм должен быть втянут в кровопролитную войну. Потом из этого кровопролития будет выращен настоящий внутренний кризис, паралич, бенефициаром которого станет Новый Керенский или Новый Корнилов. Вы не согласны? Но что этому помешает? Триумф государственного телевидения, маленькая победоносная война, цирконы, кинжалы и калибры, стремительный блицкрик со взятием Киева. Вы в это верите? Вы верите? Верите, зная, что на самом деле происходит внутри страны. С ее экономикой, с оборонкой и армией, с демографией, с небывалым доверием народа по отношению к власти. Если впереди Югославия, если впереди балканизация, то кто ее остановит? Может быть, сидящие в засаде новые большевики? Где они? Кто они? Если вам нужны аналогии, то вся история Югославии это аналогия. В команде выжившего из ума старичка Байдена дипломированные специалисты друг на друге, специалисты по демонтажу государств и то, что Югославия теперь под Ростовом и Белгородом это их успех. Безусловный успех. Стратегия работает. Завтра Югославия будет в Москве. Но сперва должен прозвучать выстрел стартового пистолета, а ржавые жернова войны набрать оптимальную скорость со всеми сопутствующими последствиями. Не забудем мы о том, что в одном целлофановом пакете с экономическим кризисом, для которого война, ну просто идеальная ширма, обычно поставляются расширенные полномочия полиции, охота на шпионов и национал-предателей. предателем объявят каждого, кто за мир, для кого в драке капиталистов нет и не может быть правды. И прочие прелести, хорошо известные нам из литературы. Последний раз! Прекрати! Блин! Утихомирили. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.